Константин Алексеевич Коровин. Шаляпин. Встречи и совместная жизнь. Константин Алексеевич Коровин. К его юбилею. Эти воспоминания написаны Шаляпиным в связи с 50-летием художественной деятельности Коровина и были опубликованы в 1932 году в парижских последних новостях. Было это в Нижнем Новгороде в конце прошлого столетия, когда мне везло на знакомство. Служа в опере, я встретил там Савва Ивановича Мамонтова и многих других замечательных людей, оказавших впоследствии большое благотворное влияние на мое художественное развитие. Был обед у госпожи Винтер, сестры известной в то время певицы Люботович, певшей вместе со мной в Мамонтовской опере. За столом между русскими актерами, певцами и музыкантами сидел замечательный красавец-француз, привлекший мое внимание. Брюнет с выразительными острыми глазами под хорошо начерченными бровями, с небрежной прической и с удивительно эффектной шелково-волнистой бородкой в стиле Генриха IV. Какое прекрасное лицо, подумал я. Константин Алексеевич Коровин. Шаляпин. Встреча и совместная жизнь. Константин Алексеевич Коровин. К его юбилею. Эти воспоминания написаны Шаляпиным в связи с 50-летием художественной деятельности Коровина и были опубликованы в 1932 году в «Парижских последних новостях». Было это в Нижнем Новгороде в конце прошлого столетия, когда мне везло на знакомство. Служа в опере, я встретил там Савва Ивановича Мамонтова и многих других замечательных людей, оказавших впоследствии большое благотворное влияние на мое художественное развитие. Был обед у госпожи Винтер, сестры известной в то время певицы Люботович, певшей вместе со мной в Мамонтовской опере. За столом между русскими актерами, певцами и музыкантами сидел замечательный красавец-француз, привлекший мое внимание. Брюнет с выразительными острыми глазами под хорошо начерченными бровями, с небрежной прической, с удивительно эффектной шелково-волнистой бородкой в стиле Генриха IV. Какое прекрасное лицо, подумал я. Константин Алексеевич Коровин. Шаляпин. Встреча и совместная жизнь. Константин Алексеевич Коровин. К его юбилею. Эти воспоминания написаны Шаляпиным в связи с 50-летием художественной деятельности Коровина и были опубликованы в 1932 году в «Парижских последних новостях». Было это в Нижнем Новгороде в конце прошлого столетия, когда мне везло на знакомство. Служа в опере, я встретил там Савва Ивановича Мамонтова и многих других замечательных людей, оказавших впоследствии большое благотворное влияние на мое художественное развитие. Был обед у госпожи Винтер, сестры известной в то время певицы Люботович, певшей вместе со мной в «Мамонтовской опере». За столом между русскими актерами, певцами и музыкантами сидел замечательный красавец-француз, привлекший мое внимание. Брюнет с выразительными острыми глазами под хорошо начерченными бровями, с небрежной прической и с удивительно эффектной шелково-волнистой бородкой в стиле Генриха IV. Какое прекрасное лицо, подумал я, Константин Алексеевич Коровин, Шаляпин.